Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Путешествовать с удовольствием. Губернатор Кубани предложил воздержаться от ремонта дорог в летний период. Доступная Анапа. Народный фронт сегодня проверил, готов ли железнодорожный вокзал обеспечить комфорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сохранность дорог и безопасность движения. Сотрудники ГИБДД проводят операцию по проверке большегрузных автомобилей. Летние дожди всегда желанно, даже если гидрометеорологи предупреждают о ливнях. С абсолютно безоблачного небосклона Джигинки дождевые потоки хлынули внезапно и стремительно. И наделали бы беды, если бы упреждающие меры по расчистке водотока не предпринимались накануне. Когда в городе стоит жаркий, солнечный, почти что летний полдень, трудно поверить в то, что где-то вот такая обстановка на дорогах. Это Джигинка сразу после дождя. Здесь, в районе Керамзитового завода, в течение часа 24 мая выпало почти 30 мм осадков. Такая интенсивность дождевого потока, само по себе уже опасное погодное явление, характеризующееся как ливневый паводок. А с учетом того, что сход воды был устремлен по склону вниз, он обеспечил подтопление дворов на улице Советской. Вода, конечно, едва зашла за заборы. И глава города Сергей Сергеев отметил, что подтопление не случилось, ведь и в прошлом, и в этом году выделялись полтора миллиона рублей на расчистку водотока. Его сделали и шире, и глубже. Если бы мы не расчистили внизу в прошлом году, здесь бы воды было на два метра больше. Сторожилы же отмечают, что виной всему разрушенная запруда на карьере. Этот карьер закрыли, сделали дамбу, она там собиралась. Она там потихонечку как бы утраса сожжилась. А, он пустой после дождя собиралась. Да, этого не было. А сейчас, я не знаю, что там, видимо, прорвало, наверное, дождя-то так нет. Глава города вместе с главой станицы осмотрели карьер. Решено рассмотреть все варианты устранения этой проблемы. С учетом мнения старожилов станицы о создании пруда, перехватывающего воду, опираясь на техническую мысль, найти самое верное решение, которое обезопасит жителей Джигинки от возможных паводков. Ремонт дорог к Черному морю летом будет запрещен. Об этом накануне заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поручил территориальному управлению госкомпании «Автодор» пересмотреть сроки проведения дорожных работ, а сотрудникам ГИБДД контролировать создание дорожными подрядчиками надлежащих объездных путей. По словам главы региона, цитирую, Ремонтировать дороги необходимо, но это можно и нужно делать в межсезонье, а на три летних месяца надо оставить дороги в покое. Путешествие на автомобиле должно приносить туристам удовольствие, а не муки. Конец цитаты. По прогнозам краевых властей, в этом году курорты Краснодарского края примут около 15 миллионов человек. С 23 по 29 мая на территории Краснодарского края проходит рейдовое мероприятие «Грузовик». Основная цель – выявление и пресечение эксплуатации большегрузных автомобилей с нарушением правил перевозки груза и с техническими нарушениями. Мобильный пункт ГИБДД с понедельника работает на Кольце в районе поселка Джигинка. Проверяется практически каждый большегрузный автомобиль. О деталях и результатах мероприятия наша съемочная группа. Преждевременный износ дорожного покрытия – это не самая главная проблема. Перегруженные грузовики смертельно опасны для других участников движения. Ведь нарушение нормативов ведет к непредсказуемому поведению автомобиля на дороге. Специально для этого развернута линия весового контроля. Инспекторы технического надзора замеряют нагрузку на каждую ось автомобиля. Например, у трехосных грузовиков общий вес должен составлять не более 25 тонн, у четырехосных – 36. Как признаются инспекторы, в сопроводительной документации водители зачастую умышленно занижают вес, а подобный статичный контроль позволяет выявить нарушения. Санкции к таким нарушителям весомые. Штраф от трех до десяти тысяч рублей. Ехал с перегрузом, остановили сотрудники полиции, оформили, взвесили. Ждем суда. Я думаю, что по нашей неосторожности нарушения произошли. Поэтому больше не повторим, будем умнее. За время работы съемочной группы у всех остановленных автомобилей нашлись какие-либо нарушения. Самым распространенным оказалось несоблюдение норм нахождения водителя за рулем. В первую очередь смотрим наличие документации путевой, документов на автомобиль, документов на груз. Также уделяем внимание тахографам, которые должны быть установлены у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на транспортном средстве, дабы водитель не нарушал режим труда и отдыха на линии. То есть, чтобы он не уставал и в уставшем состоянии не смог совершить какие-нибудь чрезвычайные происшествия. То есть, как бы, внимание остановки сейчас уделяются именно на грузовике. Самое распространенное нарушение – это отсутствие либо неработающих, либо некорректно работающих тахограф. Это статья 11.23. А с 28 мая и до конца августа движение большегрузного транспорта по трассе А290 Новороссийск-Керчь в дневное время суток и вовсе будет запрещено. Перемещаться по этой трассе будет разрешено только в вечерние или ночные часы. Жители Анапу с ограниченными возможностями здоровья проверили, насколько доступной для них является инфраструктура железнодорожного вокзала города-курорта. Мероприятие организовали активисты Общероссийского народного фронта. Оно проходит во всех курортных городах Кубани. Участники прошли путем пассажира. Они заехали в здание, поднялись к платформам на специальном подъемнике, попробовали заехать в вагон. Помимо этого изучили инфраструктуру для тех, кто ожидает поезд. Побывали в знаменитом зимнем саду с экзотическими растениями, в комнатах отдыха и медицинском пункте. Отметили, что есть определенные моменты, которые необходимо доработать. Например, усовершенствовать систему поручней в туалетах, кое-где добавить кнопки для вызова персонала, а также усовершенствовать информационную систему для слабовидящих и слабослышащих пассажиров. По словам представителей железнодорожного вокзала, выявленные недостатки можно исправить в рабочем порядке, но уже сегодня все они компенсируются внимательностью персонала. Говоря о возможности добраться до самого вокзала общественным транспортом, активисты отметили нехватку низкопольных автобусов. Все понятно, все ясно. То есть санузлы есть, подъемная платформа работает, есть мелкие недоработки. В целом оценка вокзала – это четверка. ВДЦ «Смена» приглашает присоединиться к всероссийской акции «Голубь мира», направленной на привлечение внимания и поддержку детей, попавших в сложную жизненную ситуацию и проживающих в местах вооруженных конфликтов. Стать участником акции просто. Снимите на фото или видео, как вы запускаете бумажного голубя в небо под песню «Солнечный круг» и выложите в соцсети с хэштегами, указанными на экране. 1 июня в «Смене» вместе со звездами российской эстрады, известными телеведущими, вы сможете запустить своего голубя в небо и попасть в самый крутой вирусный ролик России. Подробности акции вы можете узнать на нашем сайте. И к другой теме. День славянской письменности и культуры, в которой вспоминают святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, отметили вчера в Анапе и сельских округах. На театральной площади творческие коллективы подарили зрителям вокальные и хореографические номера и немало положительных эмоций. На литературном вечере художественного слова «Открытый микрофон» звучали стихи Рождественского, Высоцкого, Жванецкого. Работники Дома культуры села Гайкадзора организовали для детей час словесности «Язык мой, друг мой», а концертом ансамбля народной песни «Варварушка», который исполнил русские, казачьи и чешские песни, порадовали жителей села Варваровка. Много нового о создателях азбуки узнали в этот день ребята и взрослые, посетившие мероприятия и в других сельских округах. По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 26 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 13 до 17 часов будет частично прерванное электроснабжение в Благовещенской. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.